Я приветствую вас в Cosmic Baby Academy. Я Ия Уайтли, я основатель метода гармоничного развития с рождения. Мое образование в клинической психологии было в Соединенных Штатах и когнитивной инженерии в области авиации было в Великобритании и Австралии. И в дальнейшем я работала над разработкой технологии поддержки экипажа в космосе, то есть для космонавтов и астронавтов, и также работала с пилотами, хирургами, анестезиологами. И как это связано с развитием младенца, я тоже расскажу сегодня. А сейчас я рада встретить вас виртуально и жду возможности пообщаться с вами, с вашим малышом в нашем курсе Академии. Я с предвкушением всегда жду возможности познакомиться с вами и с вашими малышами лично в течение следующих месяцев. И меня всегда вдохновляет даже больше, чем прочтение этих теоретических лекций «Живые встречи с вами». Потому что именно тут мы делимся, обмениваемся. Я вдохновляюсь вашими открытиями, понимаю ваши вопросы, и это наполняет сам курс. То есть появляются новые модули, новые идеи. Я делюсь дальше, что я могу еще, возможно, чем-то наполнить вашу жизнь, и это также наполняет мою и мою семью. А теперь от срождения о рождении малыша. И как только у нас родился малыш и потом второй, я поняла, что теперь мое путешествие здесь уже не будет только через мою пару глаз или пару глаз моего мужа. Теперь у нас есть новые пару глаз, но не только глаза, а также весь коктейль разных ощущений и восприятий через нашего малыша. И восприятие через эти десятки новых сенсоров никогда не было так остро, так чутко для меня до тех пор, пока у нас не появились наши собственные малыши. И вы даже не подозреваете, наша наука точно не понимает полностью, как это происходит и как происходит обработка информации, что малыши понимают. И мы, как родители, инстинктивно что-то понимаем и даже не подозреваем, насколько богато наш малыш может воспринимать мир вокруг нас. И мы привыкли думать, что все, что малышам надо, это, конечно, любовь, забота, поменять штанишки, покормить, чтобы было тепло, приятно и отвечать как бы на какие-то отклики или возмущения малыша и также, что просто хочется быть с ними. И я приглашаю вас в путь познавать вашего малыша, познавать себя через взаимодействие с вашим малышом, исследовать свой внутренний космос, нового также человека, который в ваших руках, и нашу огромную планету и Вселенную. Итак, как говорил Гагарин, поехали. И что же мы будем рассматривать сегодня? Мы сегодня будем использовать методику преподавания, которую я обучалась сама, как преподавать астронавтам, потому что когда мы преподаем какой-то материал, важно, чтобы этот материал усвоился, применился. И есть определенная методика. И когда мы общаемся, мы даем возможность как бы нашему уму, нашему восприятию заострить внимание, как ушки на макушке. И давая вам сначала какие-то вопросы, которые, может быть, с вас интересуют, вы своим вниманием, своим осознанным вниманием и также, когда вы будете проходиться по материалу, у вас возникнет момент или мгновение, когда вы, да, точно, я хотела об этом узнать, потому что услышала в начале. И тем самым у вас заостряется внимание. И в конце мы закрепляем. И, конечно, потом общаемся в нашем диалоге либо в чате, либо в живых встречах, в зависимости, какой пакет вы выбрали. И благодаря этому опыту, обучая астронавтов и также много лет в университете и на разных конференциях, я немножко этого всего буду превозносить в наш опыт, в наш курс, чтобы материал усваивался прямо на лету. Итак, подготовка очень важна в каждой лекции. И тем самым вы имейте в виду, что вы всегда можете поставить на паузу, обратить внимание на своего малыша и потом снова включить. Поэтому малыши всегда в приоритете. И задача в том, чтобы вы могли применять это сразу на практике. И это также пришло мне, это понимание из корейской медицины, которое интуитивно отображает то, что у нас как бы в теле. Это через знание урока, в конце урока можно пользоваться этими знаниями. И когда я встретилась с корейским мастером, для меня это была прям революция понимания, как вообще надо подавать материал и усваивать его. Поэтому я надеюсь, вы тоже что-то для себя из этого почерпаете. сегодня мы посмотрим, с чего это все началось и что стало как бы судьбоносным осознанием для меня в процессе, почему я поменяла область работы и стала фокусироваться на развитии нового поколения, каково содержание программы. И я также заострю внимание, на какие у вас ожидания от курса, потому что мне это важно тоже узнать и также вам понять, почему это важно для меня. Итак, с чего же это все началось? Я всегда немножко сдержанно говорю о своем образовании и опыте, так как он настолько многогранен и настолько разный от оригами до парашютного спорта, до вязания, до много интересов. И поскольку мне хотелось узнать, почему настолько разнообразен опыт и почему люди, с которыми я встречаюсь, они тоже настолько многогранны, и постепенно по изюминке я стала понимать, что поскольку я делаю все в жизни и люди, с которыми мне интересно общаться, я встречаюсь с ними, в том числе астронавты, космонавты, пилоты, истребители, самые тоже другие интересные люди в профессиях хирургии, анестезии, очень стремительные люди, они все многогранны и они всегда, у них много хобби, иногда они углубляются настолько же профессионально в другое хобби. Допустим, многие астронавты играют на музыкальном инструменте довольно хорошо, владеют другими языками, у них обычно области смежные работы, то есть они могут быть и врачами, и инженерами, они могут, как Алексей Леонов был изначально художником, и он мне лично сказал, когда я его спросила, почему он стал космонавтом, он сказал, вообще не собирался стать астронавтом, я просто хотел посмотреть облака поближе, и поэтому стал летчиком, потому что, конечно, когда он начинал, космонавтики еще не было, и только потом, когда он уже был летчиком и рассматривал облака, он тогда, так сказать, выбрали его в космонавты, и, кстати, он был первым из людей, космонавтов, астронавтов, предложивших, как зарисовывать и как использовать градацию цвета, чтобы понять, как развивается наша Земля в разные сезоны, то есть именно вот это цветовосприятие художника помогло ему цифровать, как выглядит наша планета и что это значит, то есть улучшать наши посевы и понимать, как наша Земля выглядит из космоса, потому что камерой на тот момент это было тяжело запечатлеть, и вот эти уникальные мгновения, они как бы ниточка за ниточкой, ягодка за ягодкой, и получается, что весь этот опыт складывается в очень интересную нить, историю, и как будто все становится нужным, поэтому в какой-то момент даже кажется, что наши дети занимаются чем-то совсем несвязанным и совсем, казалось бы, ненужным, а в конечном итоге их интерес с лупой разглядывая травинки или еще что-то, потом выходит в глубокий интерес их личной в дальнейшей профессии, это становится очень важно, то есть вот это наблюдение детализации, и может быть, даже они будут менеджерами, допустим, и казалось бы, не учеными, но эта лупа сыграла для них большую роль в их углублениях любознательности, и любознательность это то, что мы с вами тоже будем изучать вместе с вашими малышами, и обязательно расскажу, почему это важно. И немножко как бы из своей собственной жизни вы тоже заметите, что если смотреть как бы задним числом, то какие-то, казалось бы, несвязанные хобби, желания, встречи вдруг выравниваются, что-то всплывает, и это не случайности, они как бы ткутся в нашей жизни, и делают нашу вот жизнь, этот ковер, да, очень с великолепными узорами и многоцветными. и когда я стала заниматься, как сказать, своей работе, я поняла, что есть такой момент, в какой-то момент мы не можем уже что-то доразвить, даже вот в людях, которые настолько многогранны, казалось бы, они имеют огромный опыт, и есть как бы такой предел наших возможностей, и мы просто не знаем, как бы как перейти в другую область, но именно на смежности областей происходит изобретание, и вот все эксперты, с которыми я работала, они все работают на смежности областей, и это дает им вот эту уникальность и возможность и в робототехнике, и в искусстве, и в менеджменте, и в любых делах, они преуспевают, потому что они умеют совмещать разные поли и практики, то есть применяя, допустим, восточную философию, я занималась единоборствами, восточными практиками, и это очень мне помогло, допустим, как взаимодействовать с людьми. Практика Айкидо, если это вам знакомо. И именно так и появился этот курс, потому что я поняла, что я что-то знаю о когнитивном развитии и как человек воспринимает информацию, и именно это мне помогло понять, как надо преподавать информацию в самом раннем возрасте. И я вам очень советую, если у вас будет такая возможность, послушать 10-минутное интервью Стивена Джобса, основателя Apple, как он говорит на выпускном в Станфорде, какие у него были совпадения, и как бы много, что существует в Apple, не было бы, если бы у него не переплетались такие жизненные обстоятельства. И именно это переплетение мы будем наблюдать за нашими малышами, чтобы дать им быть, то есть им развиться и дать нашим малышам развиваться своим путем, то есть через свой поток, свою событийность, которая ведет их через их любопытство. Я поделюсь также с вами некоторыми опытами, которые лично перевернули мой мир и социально, и профессионально, и даже в моих ценностях. И здесь я запечатлела фотографии. Одна слева, это в тренажере, которые используются для стыковки со станцией космического корабля «Союз». И часть моей работы это как передать знания быстро и чтобы они не потерялись. То есть в процессе обучения наши знания могут теряться, забываться, если мы не практикуем их на практике. И меня очень интересовали методики, как это делать. И я в том числе был у меня опыт работы с космонавтами в «Звездном» и также с астронавтами в Европейском космическом агентстве, с хирургами, анестезиологами и также в авиации. И мне очень интересен, как люди воспринимают комплексную информацию, которую они потом воспроизводят из памяти, или они ее считывают с экрана, какое качество должно быть, там даже толщина линии, как она соотносится с другой информацией, в какой момент она появляет, исчезает. То есть это и есть когнитивная инженерия, то есть создавание, помогать нашим когнитивным процессам через внешний носитель, будь то экран, телефон или еще другие какие-то технологии. И сюда же, конечно, входит тренинг, как создать материалы, курсы, которые даст возможность человеку преуспеть, то есть преумножить их уже существующие способности, потому что мы не так много можем, как сказать, добавить к тому, что арсенал, у которого у нас есть, мы просто можем его умело использовать. И таким образом я оказалась и авиационным, и космическим психологом. И вот этот многолетний опыт работы с экранами и как бы соответствовал тому, что понимание, какие есть моменты, которые надо передать новому поколению через восприятие зрительной информации и также ее тактильность, потому что полеты, любые полеты, это не полеты через видение, это очень физиологический, момент. И для меня, чтобы я поняла, как надо подавать информацию пилотам, я также научилась летать, получила права и понимала это внутреннее ощущение, этот внутренний опыт. И один из моментов, которые мы тоже будем рассматривать, это как, как сказать, вспоминать свой опыт малыша через вашего малыша, чтобы понять их ощущения, их процесс и понять тем самым, какое у них идет восприятие пространства. И тогда у нас возникает новый язык или новая грань общения, коммуникации, потому что через ощущения у нас происходит другое восприятие. То есть, допустим, если, когда я занималась прыжками парашютом, с парашютами, я могла, допустим, прийти к парашютистам и мы могли уже начать сразу говорить о каких-то деталях, а не о том, что значит прыгать с парашютом, какое-то ощущение, где страх, где его нет, и как ты с этим работаешь, как ты работаешь в краткий промежуток времени, как воспринимается время, как принимаются решения, острота этих ощущений, как с ними работать, психологические аспекты. И когда мы объясняли, допустим, другому человеку, который еще только начинал прыжки, но, допустим, не занимался акробатическими маневрированиями тела при падении, но когда ты показываешь, допустим, другому парашютисту, что ты вот так ставишь руки или, допустим, поворачиваешь голову или прижимаешь локти к себе, то ты абсолютно чувствуешь, как поток воздуха течет по тебе, даже когда ты уже не в воздухе. Но чтобы это объяснить кому-то другому, этому человеку надо это испытать, и сразу будет понятно на следующем прыжке. И вот это оттачивание, оно происходит через личный опыт, и он обогащает наш язык, наше восприятие, тем самым мы можем применять эти знания где-то еще, потому что они становятся даже невербальными. То есть у нас есть превербальное знание, которое существует у экспертов, и оно существует также и у наших малышей, и у нас, когда мы были младенцами, когда мы что-то знали, а высказать не могли. Вот эти разные кризисы, которые говорят, что ребенок еще не знает, как выразить то, что им хочется, и поэтому происходит такое несоответствие. И вот нам, как родителям, очень полезно опуститься в это мгновение и прочувствовать, и тогда это сочувствие переходит в восприятие малыша, и у нас совсем происходит общение на другом тонком уровне через ощущения, через мироощущения. И мы сразу двигаемся как бы на глубокие темы разговора, которые уже идут за ощущения, и мы, допустим, встречаясь с человеком с нашего города, с нашей культуры или, может быть, у нас похожие хобби, и мы сразу можем прыгнуть, и у нас как бы магнитное такое притяжение, общение, и мы понимаем с полуслова, потому что у нас есть опыт не только словесный, а также переживание через этот опыт. И как вы через себя, возможно, ощущаете, это сразу сближает, и происходит, как бы падают барьеры, и в этом задача. И хотя мы неосознанно опускаем эти барьеры, мы с детьми можем это делать осознанно, также практиковать и учиться у них, чтобы мы вспоминали, какими мы были, и как мы можем это использовать в улучшении нашего отношения друг к другу, взаимопонимания, уважения. и вот эти осознания на самом глубоком уровне, когда с рождением наших детей, они стали что-то поднимать во мне, что-то вспоминать, я смогла что-то вспоминать. И вот работая в этих разных областях, я всегда стремлюсь понять это через опыт, потому что это дает другую грань знаниям, пониманиям. И эта тактильность, и общение, понимание мыслительных процессов, оно идет именно через опыт. И это была именно моя задача, передать опыт таких экспертов, как хирурги, которые специализируются в определенной области, и астронавтов, которые, допустим, выходят и делают что-то один раз, и потом им надо передать этот опыт другому экипажу, когда они никогда еще это никто не делал, и этот астронавт или космонавт никогда не полетит в космос уже делать эту работу, но ее как бы не хотелось терять, как опыт из космонавтики. И меня также очень интересуют критические ситуации, связанные вот с безопасностью, такие как для астронавтов, пилотов, хирургия, выполнение задач, которые как бы за пределами наших, казалось бы, возможностей. И все равно эти люди идут на этот опыт, и обычно он имеет единочный характер. И для меня как бы запечатлелось то, что как родители мы тоже получаем этот единый опыт, им очень сложно поделиться. Мы тоже как астронавты и космонавты выходим в космос с детьми каждый раз, но только у нас не заканчивается рейс, или наш полет, или наша миссия. Мы продолжаем это делать всю жизнь, и это как бы такой процесс очень долгосрочный. И тем самым мы обучаемся, в принципе, также в такие же критические ситуации. Мы также связаны с безопасностью себя и семьи, своих детей. И здесь очень много аналогий для себя я нашла. И именно в этом мастер-классе, в этом курсе, мы будем погружаться вот в ваш интуитивный опыт, и как этот превербальный опыт и малыша, и вашего, вы можете осознать, и можете принять и применять с малышом. И именно ваш опыт, создан как бы многозадачностью родительства, поможет вам разрешать и в дальнейшем какие-то моменты. То есть это как бы заострить ваше внимание, как вот в корейской медицине, показать вам этот ключ. И вы найдете его применение дальше, даже не ожидая для себя. То есть у вас будет это интуитивное родительство, именно ваше. И один как бы из проектов, которым я занималась, в Европейском космическом агентстве, был связан с разработкой инструментов и технологий для креативных решений проблем в космосе при полетах на Луну и на Марс, где нет дополнительных ресурсов. То есть они не могут, там мне нужен гвоздь или пластырь. И им надо использовать то, что у них есть в арсенале, и решить иногда техническую проблему. Вот Apollo 13 фильм очень аналогичен тому, для чего мы как бы решали этот проект был создан. И именно в этот момент я работала, призвала, то есть пригласила, и согласились специалисты из 20 областей. Мы собрали опыт, как люди решают проблемы с разных образовательных систем, с разного опыта, с разных специальностей технических, психологических, культурных, менеджерских, биологических, даже метеорология. И что было самое интересное, что креативность происходит именно на смежности. И если посадить только инженера в комнате, они не решат так удачную задачу, если у них в комнате не сидят, допустим, и менеджеры, и психологи, и социологи, и те, кто, допустим, собирают компьютеры, убирают пространство. Вот все, абсолютно все области, и также ваш родительский опыт будет очень важен именно в этот момент. То есть весь опыт в момент, когда нужно принять креативное решение, он очень ценен. И именно меня это интересует. То же самое, потому что мама и папа делают это каждомоментно. И что самое интересное для меня, что вы такие же уникальные специалисты, как те, которые решают задачи на уровне космоса. И просто вы со своими малышами летите с такой же космической скоростью по нашей Вселенной, на нашей планете, по нашей галактике и также Вселенной. Но у космонавтов есть целая бригада, которая и связана с академией, с заводами, с помогающими профессиями. И они решают все эти задачи в Центре управления полета, что называется ЦУП. А у нас, когда мы оказываемся в ночи с нашими малышами, или вот уже закрылись все магазины и клиники, и все пошли спать, и нам надо решать эту задачу, которая стоит перед нами, либо высокая температура, либо что-то еще, либо мы не можем понять, что происходит. И меня вот это всегда завораживало. Меня интересует этот процесс, откуда появляется знание, откуда мы знаем, что надо делать, почему какой-то опыт выходит в нашей жизни, вспоминается, какой-то вспоминается позже, и почему мы именно знаем, что делать. И так же, как и в космическом полете, мы не можем поставить паузу. То есть мы не можем поставить паузу, когда мы с детьми, мы не можем поставить паузу в жизни, так же, как это и в самолете, и в космическом корабле. И именно тут нужна наша внимательность, наша любознательность. Она дает возможность оценить эту обстановку и понять, что один маленький кусочек информации, который мы буквально видели вчера, может показаться вчера незначительным и сегодня прямо ценным. И он сыграет ключевую руль в принятии наших решений. И за время работы я поняла, что тут много очень параллелей. И именно это я буду раскрывать вместе с вами, потому что опыт ваш, я буду давать вам ключи, но открывать двери своего опыта вы будете сами. И разрабатывая эту программу подготовки тренинга для Европейском центре астронавстки в Германии, в Кёльне, я также рассматривала учебный план о том, что астронавты должны знать, уметь и в любой момент миссии. И при этом им нужны знания на кончике пальцев, а это должна быть и метеорология, и орбитальная физика, и как работает туалет, как идет работа соединения, все эксперименты, которые они должны проводить с разных областей науки. И казалось бы, это было нереально, да, все это понять. Но есть определенные ключи, которые помогают нам работать с этим, и из-за любопытства, и внимания, и интереса, глубины интереса именно астронавтов, информация остается. И ее можно обработать, и можно вспомнить. И именно так мне нравится проводить мою навигацию в пути родительства. И немножко о моем опыте многосторонности, чем я занималась. И именно это, казалось бы, проходит как бы мимолетно, незаметно, потому что я работаю с очень высокомотивированными, трудолюбивыми людьми, которых у них мультиталанты, и они расширяют свои возможности, ищут, и кажется, что ты всегда позади. И хочется узнать больше, а как они это делают, почему они это делают, и как бы стремясь, вот, в полном смысле слова, гриб за грибом, да, ягодка за ягодкой, собирая, это кажется, ты уже раз и собрал целое ведро, целый как бы запас на зиму знаний, продуктов и витаминов. Я заметила, что люди начинают как бы падать в их общем благополучии, физическом, психическом, духовном, когда они теряют интерес к жизни. И это происходит со всеми людьми, даже очень успешными. То есть мы просто это не всегда видим, они это не рассказывают. И когда теряется этот интерес к любознательности, который был, внешние мотивации, они временные и наоборот, они губят. Потому что человек теряется, не чувствует себя и чувствуется как бы почти как предательство самого себя. И ты не можешь понять, вроде как, все есть, материалы есть, обстановка есть, но теряется эта изюминка, за которой искорка за которой мы шли. То есть это вот как светящийся светлячок в темноте, который мы с любопытством смотрим, что же это такое и куда он летит. И дерево за деревом мы оказываемся, допустим, на какой-то удивительной поляне. И люди как бы перестают применять себя, когда они теряют эту любознательность и падают физически, начинаются даже болезни. и очень важно заметить этот переход. И люди, которые вот многоталантливые, они умеют себя поддерживать, потому что если у них что-то не получается в одной области, они переключаются на другую и как бы находят себя в другой области и возвращаясь, находят свою мотивацию там, где они, допустим, что-то у них не получалось, они не преуспевали. И я заметила, что вот эти внутренние ментальные процессы нашей мысли диктуют, насколько же мы функционируем и как наша окружающая среда тем самым реагирует на нас. Это как зеркальный процесс такой. И когда мы понимаем эту реальность взаимодействия, а наш малыш, он зеркалит нас, то есть он и есть наша реальность, мы обретаем внутреннюю уверенность в том, что многое возможно и оно зависит от нас. Хоть и малыш в каком-то смысле зависит от нас, но наше восприятие внешнего, оно как раз таки зависит от нас внутри. То есть эта беспомощность возникает, когда мы теряем веру в то, что возможно все изнутри нас, от нашего любопытства и через это открывается пространство и возможности и как бы новая мотивация. И моя цель помочь как бы родителям почувствовать себя способными исследовать, познавать, а может быть это у вас уже изначально есть, исследовать своим интересам и когда есть такая внешняя мотивация, то есть внутренняя мотивация, внешняя вообще теряется, потому что она неценна, она коротковременна и вы чувствуете, что внутри горит огонь и хочется его распространять. И вот эта истинная мотивация, она долговременна и она дает чуткость и тонкость и вот эту работу по жизни, которая кажется как игра и как удовольствие. и моя задача, чтобы вы как родители это вспомнили, если это может забыться, а иногда в процессе начиная как бы свой родительский путь, мы можем потеряться, потому что никто не может объяснить, как я вам говорила раньше, пока вы не пройдете этот телесный опыт, что такое быть родителем и быть с малышом и помочь вот так же этому нашему новому поколению, которое у нас на руках, не потерять вот эту истинную искру изнутри, которая дает нам любознательность и исследование, интуитивное исследование пространства, которое у нас у всех существует и наблюдать за своим малышом, вы увидите, что это такая искра, которую невозможно угомонить и в результате мы получим доброе, уважительное общество ко всему миру, потому что каждый хочет творить и хочет творить и любознателен как бы в опыте другого, как они творят и тем самым у нас получается как бы тандем и мы ткем вместе этот ковер жизни и когда я была маленькая я уже искала как бы разные практики знаний, которые позволяли бы нам быть самодостаточными и поэтому меня также интересовала космонавтика и жизнь в разных обстоятельствах, где мы можем исследовать наши возможности быть самодостаточными, то есть способны помогать друг другу и как всегда очень важно в полете это не о лечении или о решении проблем, это от предотвращения, то есть предупреждения проблем и всегда в этом намного меньше ресурсов, чем решение проблемы и выполняя тем самым повседневные задачи мы как бы мониторим что происходит нашим вниманием и именно из этого выходят эти восточные созерцательные практики и диетирование которое осознанное питание и балансирование между отдыхом и бодрствованием все это предупреждение к гармонии с окружающим с окружающим миром с нашими друзьями в нашей культуре с другими культурами и в частности меня интересовало как люди добиваются успеха сохраняя здоровье процветая при этом и в минимальных ресурсах вокруг себя и этот как бы низкоресурсный смысл который казалось бы да люди не имея живут от души и мне это помогает сейчас как бы с детьми как маме отцу желая помочь своим детям близким особенно когда нету другой помощи или невозможно кого-то попросить и это помогает также как бы понять свою целостность да что мы можем помочь что мы и есть центр управления полета и я обнаружила что именно вот смежность то что мы знаем да в западной так сказать культуре как она совмещается с востоком как эти практики созерцания единоборства восточная медицина принесли мне ясность и обеспечить эту стабильность в повседневности и дать поддержать это как бы здоровье здоровье и баланс и даже вот духовные практики применяются очень легко в повседневной жизни и да будь то это работа по дому работа с малышом даже интеграция вашей основной работы и то что вы делаете дома я очень желаю что наше новое поколение наших детей будут расти вот с этим знанием предупреждения да что и также уважение к своим способностям и способностям друзей которые творят через взаимодействие друг с другом и с природой с повседневными как бы и травами и семенами и цветами и физическом упражнении и это встроенное как бы знание позволяет расширить наши возможности понимания и опять же это происходит на смежности разных областей и происходит это поддерживание а не наоборот как бы я лучше чем ты а не наоборот очень мне очень бы хотелось как бы поделиться с вами этими нюансами в нашем курсе на практике и здесь как бы одна из работ которые я делаю это передача знаний от эксперта к эксперту оказалось что было очень интересно что два хирурга до общей практики они не знали что они делают одну и ту же операцию по-разному они думали что я эксперт и эксперт и они работают буквально за одной стенкой в двух операционных залах и не подозревали что они решают проблему по-разному и когда я пришла вот работать с ними про как бы улучшение передачи опыта и так же между экспертами новому поколению почему-то не считалось что обмен опыта между специалистами настолько же важен как передачи новому поколению другим специалистам и я очень многому научилась у этих удивительных людей которые я даже не знаю как они умеют вмещать все в один день и это опять же было мое любопытство понимание как передать опыт который с которым я работала с астронавтами в другой области и они меня попросили применить это в их области и мы очень даже интересно работали и что-то очень почерпали друг для друга и так это и происходит и поэтому когда дети занимаются казалось бы для нас ерундой они что-то черпают что-то очень важное для будущей жизни и нам важно дать этому быть и я поняла что лидирующие эксперты умножают свои интеллектуальные моральные и физические возможности потому что у них есть внутреннее желание стремиться дальше они не идут как бы становиться лучше других ну конечно такое тоже существует но скорее их интересы любопытства именно это скрещивая знания опыт с разных областей делают их уникальными и как бы видно как будто они искусно решают проблемы которые возникают перед ними и которым казалось бы тяжело решить и важный объединяющий элемент вот в уникальности этих профессий это их многосторонность это неутолимая жажда знаний и также общение узнавание все что вокруг них и здесь эти же люди они не только должны делать свою работу они также ответственны да и вот их космическими агентствами для своих наций для своей культуры страны вдохновлять новое поколение и расширять границы потому что это люди на передовых на передовом поле науки они тестируют технологии которые рискованные рискуя своей жизнью своей физиологией своей семьей и позже я обнаружила что когда я работала над как отбирать астронавтов и раньше я работала на отборе экипажа что мамы ну и конечно папы бабушки у них уже есть опыт поэтому говорю о мамах с новорожденными они вообще лучшие космонавты в мире потому что в длительном полете и у мамы нет возврата то есть она летит на марс и там нет возврата и никто не предлагает никакого обучения ни поступления в эту роль и поскольку мы на западе может быть не все но очень многие потеряли культурное наследие и поддержку потому что мы живем далеко от своей семьи в которой мы родились или культуре даже и у нас нету этой поддержки то есть у нас нету передачи опыта и это теряешь как бы ориентацию ты должен вдруг сам оказавшись посредине полета на марс или на луну с минимальными ресурсами не имея всего арсенала знаний мы должны это сделать и мне кажется если оставлять астронавта во время выбора допустим там на семь дней или даже на три дня когда они не могут спать потому что малыш малыша свой режим это очень сложное испытание и оно существует как часть тренинга космонавтов в звездном городке где астронавтов специально обучают как наступает усталость чтобы они понимали и могли действовать с этим безопасно потому что когда наступает усталость наш мозг реагирует очень по-разному и надо знать где реальность а где наступает дремка да сон и в опасных местах так как космос а у нас опасность того что с нами малыши груднички а у нас нету ЦУПа Центра управления полета который может последить за нами это зависит от нас и у нас полет не заканчивается или тренинг не заканчивается за 72 часа он у нас может продолжаться и год и два и три и четыре и бывает по-разному как дети растут и спят и это очень непросто и изучая усталость и как она влияет на наш опыт как специалистов это очень интересная область и я заметила что как родители нам никто не помогает если в опасных профессиях существует поддержка то у нас нет вот и хотелось бы рассказать о каждом из этих людей которые здесь на фотографиях но я продолжу дальше и работая в разных уголках мира я получила как бы и опыт того что и так же как в разных культурах общаются с детьми да какие у них семейные обычаи как как они воспринимают как бы круг семьи как они относятся к детям это мне тоже очень помогло и вот эта многогранность проживания в разных уголках нашей земли дала мне такую объемную перспективу и так же этот опыт разнесторонний в котором в котором я работала дали мне возможность понять насколько родительство тоже многогранно и насколько это так же как и путешествие на другую планету потому что для каждого из нас касалось бы это неизведанный путь так что стало для меня поворотным событием в жизни и конечно это было становление мамой и учили меня мои дети моя семья мы с мужем еще до рождения наших детей я как бы искала как улучшить улучшить эффективность нашу как человеческую не просто эффективность меня или одного астронавта космонавта пилота хирурга а меня интересовало как получить дальнейшие ресурсы наших знаний чтобы как бы были такие прогрессы в нашем арсенале то что что бы мы не делали я столкнулась с невероятной красотой мира и с тем что вообще-то мы способны на все а затем я столкнулась с абсолютным ужасом того что когда появились мои дети что мы показываем нашим детям которые такие многогранные мы даже не понимаем как развиваются дети и как у них растет так быстро организм и может как бы перебороть болезни в одно мгновение и и тем самым мы не уделяем ресурса да изучение этому процессу настолько достойно насколько мы изучаем допустим космос и как только я взяла в руки своих детей передо мной встала ответственность как бы поделиться тем что я знаю для моих детей то есть как я зная что я знаю могу рассказать своим детям я была потрясена тем что насколько эти любящие любопытные глаза они настолько пытливые как будто они пытались сказать да я слушаю я как губка я они смотрели на меня и я не знала как как передать понимая что мой ум знает что они не понимают мой язык но я видела эту мудрость взгляда и что они готовы проглотить все абсолютно все что я им могу дать но у меня не было языка да на котором мы могли общаться по крайней мере я чувствовала что у меня нету технологии да которую казалось бы я занималась передачей знаний да передачей информации правильной в правильном количестве качестве временном параметре и тут я оказалась на борту с новыми живым живыми такими умными существами у меня не было я была как бы обезоружена и получив как бы образование вот на всех этих технических социальных планах я ожидала что я сразу да буду знать что делать с новорожденными и возможно сам есть мамы которые интуитивно знают что делать для меня это было сложно и мне хотелось передать все сокровища человечества вот этим будущим исследователям и я купила все самые лучшие книги по воспитанию детей как я наверняка думаю многие мамы и папы делают развитие но нигде я не могла найти как мы можем общаться с младенцами как мы можем передать им какие-то знания уже сейчас не ждать когда они пойдут в школу не ждать когда они научатся читать я хотела понять что они хотят что они чувствуют как мы развиваем их природные способности какие у них есть естественные природные способности как их познакомить с миром в который они попали я была потрясена ведь мы воспитываем детей гораздо гораздо дольше чем запускаем ракеты отправляем космические корабли на край солнечной системы высаживаемся на луну сталкиваем частицы в подземных туннелях которые длиной между несколькими странами Европы я тщательно искала литературу как хороший исследователь как развивать новое поколение и я нашла эти картинки которые покажу на мгновение что мы это то что мы сейчас показываем нашим новому поколению и меня продрал наверное лучше не сказать абсолютный ужас то есть у меня перехватило дыхание и когда эти книги пришли ко мне домой потому что конечно это все можно заказать домой теперь я подумала неужели мы показываем это нашим драгоценным новорожденным и все что мы узнаем да вообще в нашей жизни вот изучая работая с экспертами которые поглощают информацию в жизни оно все идет через контекст все через связь имеет какое-то сенсорное сенсорные триггеры да которые например там запахи блинов там напоминают маму или бабушку или родственников или какое-то место духи или как пахнет любимый человек музыка голос диалект да в какой-то кто-то говорит похоже очень манера говорить это все контекстуально в контексте а такие картинки не содержат никакого контекста они не похожи вообще никак на реальный мир и почему мы это показываем детям и даже существует как бы такое отсутствие материала и общего понимания понимания того что существует что черно-белые фотографии полезны для новорожденных и даже люди те которые публикуют материалы и существует очень много как бы вот для черно-белых книг и вот книг которые в твердой обложке которые дети уже потом могут трогать и считается что дети которые только родились да что им не надо книги им не надо какие-то информацию которые не могут изучать и люди которые публикуют эти материалы они даже заблуждаются относительно того что полезно для развития новорожденного как я для себя поняла занимаясь когнитивной инженерии там нету понимания что привлекает людей что малышей что привлекает их интерес и какую часть из этого быстрого развития которое происходит то есть мы знаем в науке что происходит очень быстрое развитие и как нам это поддерживать в какой момент как расширить возможности вот этих драгоценных еще маленьких но уже стремительно развивающихся людей и я конечно стала читать исследовать и думала подумала что я же занимаюсь презентацией информации на экране и также развитием тренингов для улучшения способностей наших и нашего потенциала который уже существует я подумала что я могу применить все эти знания как раз таки для наших малышей и я стала по крупинке исследовать и понимать что же мы все таки знаем о наших малышах и конечно это будет вам знакомо что первый год жизни ребенка характеризуется самым быстрым развитием ростом и мозга и наших нашей физиологии и навыков и вот профессор Лиса Эллиот невробиолог также говорит о том что есть феномен обрезки синапсисов что это значит что в первый год жизни у нас есть очень активный период кроме развития всей физиологии у нас экспоненциально растет мозг то есть это характеризуется такими быстрыми формированиями нейронных связей то есть одна клетка соединяется с другой при каком-то восприятии новой информации или движении то есть какой-то новый опыт формирует такую дорожку у нас в нашем мозге и также нашей нервной системе но потом если этот путь не используется вот если эта сформированная дорожка не использовалась этот феномен называется синаптической обрезки то есть когда мозг новорожденного оснащенным избыточным количеством вот этих нейронных связей он начинает их обрезать или просто не используя они стираются то есть они не сохраняются и мозг отсекает то что менее используемые связи и укрепляет те которые используются то есть если допустим этого нет в опыте то есть предрасположенность есть но нет этого в опыте и этот пути не пользуется то есть по ним не ходит как бы по этим рельсам или по этой дороге или скорее красиво говорит по тропинке она быстро зарастает и потому что по ней никто не ходит то есть она перестает быть проходной и этот принцип как бы используя или потеряешь подчеркивает вот эту важную активность осмысленного воздействия на наши разнообразные сенсорные опыт в этот период потому что это и есть формирование вот этого превербального опыта который в полном смысле слова характеризуется через то что с самого рождения мозг готов к восприятию информации окружающей среды прямо сразу то есть он уже даже в утробном состоянии способен воспринимать многое но как только он выходит все что в окружающей среде младенца он может это воспринимать и важнейшими этапами вот этого развития имеется вот распознавание наших лиц моторные движения освоение языка общения коммуникаций и стимуляция всех сенсоров то есть мы даже не знаем сколько сенсоров у нас существует есть научные принятые органы чувств но есть и другие ощущения которые у нас есть которые мы просто не обращаем внимания и они теряются потому что их нет в нашем обиходе как взрослых и это взаимодействие становится решающим в будущем и оно способствует и на то как мы будем социально действовать и на какая у нас как бы формируется такая платформа фундамент то есть то есть вот эта сеть нейронная которая у нас есть она и дает нам в будущем вот эти надежные возможности регулировать наши состояния эмоции социальное физического развития и наше последовательное как бы заботливое взаимодействие но не только как бы ухода да любящего ухода который кстати тоже очень важен потому что когда идет любящий уход то есть он когда мы держим гладим целуем обнимаем выделяется окситоцин он также поддерживает здоровый рост мозга это как такое химическое коктейль который очень важен для благоприятного развития и но также если мы не используем что-то то мы это потом потеряем если не укрепляем эти пути и обогащая вот эту чуткую любящую среду в которой мы даем все траектории развития ребенка в которой ребенок хочет развиваться именно здесь акцент куда стремится ребенок не куда стремится родитель а куда стремится ребенок и мы будем говорить как это сделать и как это обнаружить и именно вот этот сенсорный опыт да имеет важнейшую роль формирования архитектуры мозга вот этого раннего обучения окружения позитивного взаимодействия и родители создают эту атмосферу я подумала что я уже делала такую работу с пилотами астронавтами изучая вот их сложные когнитивные процессы и как они быстро ориентируются в обстановке у них тоже потому что мы знаем что мозг пластичен но мы именно это отрабатываем в тренажерах то есть мы постоянно делаем это потом это остается но у ребенка это остается намного быстрее потому что у него уже существует как бы предрасположенность которую мы потом можем усилить да а астронавтов надо ее натренировать потому что возможно этого опыта никогда не было но это занимает огромный ресурс ресурсы время и я разрабатывала как бы как для поведенческой характеристики так же как и когнитивной да и решение о работе в команде и получается чтобы сориентировать вот эти приобретения разнообразных навыков должно быть даже в другой области жизни они потом применяются как бы переходят в другую область жизни и помогают нам и в нашем хобби и в нашей работе и в нашей семейной жизни в социальном то есть мы даже не знаем в какой момент будем применять навык с одной профессии допустим в другой области там где нам мы сейчас применяем креативное решение или что-то из нашего предыдущего опыта оно как бы обогащает нашу жизнь и также мне было очень интересно когда я получала образование практику клинического психолога я рассматривала проблемы с которыми сталкиваются клиенты и как интересный пример что для меня был с чем сталкивается человечество то есть определенного периода когда ты работаешь в общей практике приходит много повторяющих каких-то то что нас волнует в нашем развитии в нашем социуме и оценивая детей взрослых я также работала с детьми и обнаружила что они забыли азарт и вот это открытие и творчество они утратили фундаментальное любопытство к окружающему в нашем мире и когда мы теряем этот интерес в жизни и у нас вдруг как падает потенция к развитию к интересу и нам ничто уже не интересно и когда теряется это это очень сложно восстановить у нас нету мотивации и внешние мотивации не длятся долго и надо очень много человека убедить чтобы он вернулся и нашел свой собственный путь и поэтому я заострила внимание для себя на то что у детей то это есть уже это любопытство изначально то есть они как вечные двигатели то есть они всегда в процессе и почему-то в какой-то момент мы это теряем мы теряем это любопытство этот интерес этот разгар да вот этой скорости на которой они двигаются и перемещаются интересуются я тоже увидела что в корейской традициональной народных медицине я вижу прямое отношение к нашей системе убеждения как мы убеждаемся что кто-то со стороны может нам помочь хотя все у нас есть у нас есть все ресурсы у нас есть если мы остаемся в нашей культурной среде семейной среде у нас даже есть социальная поддержка которая оказывает вот это долгосрочное влияние на здоровье я обнаружила что те люди которые полностью одержимы жизнью они интересуются каждым человеком каждым процессом неважно о чем это они всегда заинтересованы они не останавливаются как бы они все листики перевернут чтобы найти то что они ищут и эти люди остаются здоровыми они всю жизнь окружены интересными людьми их любят их как бы хотят попасть в эту атмосферу и также изучая вот боевые искусства я вижу что сосредоточенность и внимание к деталям которые истинно существуют у детей а потом куда-то пропадает и меня это очень заворозило почему это происходит и почему уходит это осознанное присутствие когда мы полностью умеем слушать и мы потом через практики пытаемся восстановить и жить в моменте когда ребенок живет в моменте он это делает и куда же это все теряется почему и я прочитала как и вы наверняка много разных книг и поняла что навыки которые я имею я хочу передать своим детям вот эти понимания знания и к моему удивлению как только я начала реально наблюдать за своими детьми то произошло то же самое то что происходит у меня профессионально на работе вот с людчиками испытателями с космонавтами хирургами я обнаружила что они сами меня учат потому что через наблюдение я стала воспринимать их опыт и понимать что к чему они стремятся так же как я это видела в экспертах в других профессиях потому что я тоже за ними наблюдала и училась через них через их опыт приобретая их опыт понимая как они взаимодействуют со средой что им не хватает что они ищут и тем самым можно приобрести ваш семейный стиль родительства семейных отношений и я это поняла когда читала вот книги по воспитанию детей и поняла что я не могу понять напрямую потому что это подходит именно той семье и они фокусировались на том на том что с чем они столкнулись и конечно есть хорошее решение но в принципе нам надо научиться или услышать или понять или осознать может быть кто-то это делает интуитивно вот найти именно что требует как бы что интимно интимно желает малыш в вашей семье и как это можно включить в вашу семью и казалось что некоторые из книг противоречат друг другу для меня на уровне интуиции и я допустим не могла оставить своего ребенка плакать чтобы он уснул что у него потом будет хороший сон но сейчас ему надо как бы отплакаться он поймет что ему надо самому успокоиться и тем самым он будет как бы отлично жить дальше и родители в том числе я так не смогла сделать и я почувствовала что если я буду применять свои профессиональные навыки то я смогу научить научиться наблюдать за своим ребенком так же как и за экспертами и будет как бы такое присутствие ряда я вдруг пойму поняла как я могу применять это и также увидела что в нашем то что привлекает малышей это определенный тип информации на чем и заложены эти книги которые я стала потом делать для малышей там нету ни одной выдумки это все сделано так же как кабина самолета который я разрабатывала через внимание пилота здесь я это делала через внимание малыша и в дальнейших моих курсах я буду рассказывать тоже об этом а вот почему это именно так и как это отражается кстати во всей нашей науке во всех инновациях и искусстве именно заложены вот эти дизайны земли они и в природе потому что мы тоже такая же вселенная такие же у нас есть эти паттерны дизайны и схемы повторяющиеся то что мы часть вселенной я хочу чтобы дети ориентировались в этом мире используя вот эти фундаментальные паттерны к которым они предосположены но почему-то художники их изучают уже в академии искусств там или архитекторы в жизни изучают эти паттерны или потом я теперь вижу эконом в экономике используются эти паттерны они вокруг нас и дети они прям хотят съесть эти паттерны когда ты им показываешь и они существуют и в инженерии биологии и происходит это из древних традиций и до сих пор передаются из поколения в поколение из уст в уста и я хотела передать это немножко иначе с рождения и вот в ходе моих как бы исследований я обнаружила потому что у меня была возможность беседовать с коллегами которые тоже работают с новорожденными в университете и также в России были исследования в неонатальном госпитале на опарина мать и дитя центр мать и дитя где я обнаружила что младенцы применяют собственный как бы сложный статистический анализ представляете то есть они могут выявить вероятность когда изучают структуру языка как исследователи что какая будет гласная или согласная какое слово будет следующим то есть они это могут высчитать статистически интуитивно и это касается не только языка а это касается и восприятия звуковых структур и визуальных паттернов и также физиологии то есть они не знают как двигаются ноги но учатся ходить и понимают этот ритм и все эти паттерны и ритмы существуют и в нашем лице то есть наше лицо оно как окно в нашу в нашу мир когда малыш приходит они же возможно не воспринимают себя но видят нас и они прям заинтересованы они смотрят на нас но это то что закодировано в нашем лице существует и в растениях и в животных и в природе и в циклах природы и в том как мы реагируем на пространство и в нашем химическом коктейле который у нас внутри тела и младенцы используют гораздо больше сенсоров которые мы взрослые уже не обращаем внимания но потому что мы их игнори наши родители их игнорировали а что если мы не будем игнорировать их в наших детях может быть эти нейронные связи станут для них каким-то другим восприятием другого языка чтобы не происходила эта атрофия дегенерация восприятия и я поняла что благодаря вот этим научным исследованиям у них вот эта нейронная связь распространяется с молниеносной скоростью от рождения и даже как бы в первые шесть месяцев когда младенцы начинают уже специализироваться то есть они уже видят что повторяется чаще и обращают и кладут свои ресурсы именно на это а остальное уходит из их потому что ресурсы надо использовать это же биологические ресурсы которых надо питать да и нужно место для тех которые используются и стимуляция играет ключевую роль в этом чтобы сохранить их для будущего развития то есть оставить их в этом фундаменте и младенцы буквально выбирают специализацию в конкретном языке то есть у них мы будем это изучать глубже и дольше в курсе но вот этот навык он очень драгоценный ресурс навык слышания разных звуков и дает им как бы определенную задачу для будущего чтобы воспринимать эти звуки и что же произошло что была одна передача для новорожденных развития новорожденных я увидела работу доктора Канглии потом читала его работы и он говорит что к 12 месяцам и начинается это уже специализация мне начинали делать работу уже с 6 до 9 месяцев в какой-то момент точно сказать прям невозможно но где-то в районе 9 месяцев ребенок перестает утрачивать способность разделять различать отдельных людей в мало встречающихся им как бы населении то есть вот доктор Кангли рассказывает свой опыт когда он жил в провинции в Китае и потом поехал учиться в ранние 20-летние годы в Канаду что он не мог различить канадцев на лицо то есть они все были на одно лицо потому что у него не было этого восприятия и нам казалось бы что у меня был такой опыт когда я работала в авиалинии и мы у нас был вот в Латвию в Ригу прилетел самолет и на нем были только люди из Индии причем они были из определенных культуры то есть часть какой-то культуры в Индии и они были одеты у них были чурпаны причем одинакового цвета у них были у всех борода завернутые где волосы они отращивают и прячут я смотрела их паспорта была моя ответственность и мне надо было сравнить человека с паспортом и они у меня были все абсолютно на одно лицо и я могла вообще любой паспорт держать из всех которые у меня были они были очень похожи мне надо было долго долго взглядываться чтобы понять и когда я стала жить в Дубае я прожила там 4 года я абсолютно могла различить с какой части из какой провинции в Индии или в Пакистане или кто с Филиппин кто с Таиланда то есть я могла абсолютно из Вьетнама различить культуру но мне надо был этот опыт чтобы понять изначально для меня это было очень сложно когда я услышала когда я говорила об этом к Англии для меня это вспомнилось этот опыт и я поняла что очень даже интересно что мы теряем это мы тоже будем об этом говорить в нашем курсе почему это важно и как мы можем эту способность к восприятию разной визуальных информации оставить и вот это для меня важно пробудить вас как родители к этой реальности того что нужна и у нас есть эта нейронная платформа которая подвергается деградации если ее не использовать и конечно дать вам возможности как это делать чтобы почувствовать что мы можем помочь нашему следующему поколению и дать им естественно информацию которая их интересует то есть их природное любопытство и руководствоваться тем что им интересно не нам а им именно так и зародились вот книги о дизайнах земли которым очень нравится малышам и более подробно об этих принципах дизайна я буду рассказывать в последующих курсах которые будут подходить для всех возрастов не только для новорожденных и очень важно что если у вас есть такая возможность поделиться с детьми окружающими культурами языками это может быть и через аудиозаписи или общаться с каким-то коллективом который говорит на другом языке может быть вы сами говорите на другом языке и встречаться с людьми чтобы общаться то есть это вот такая культурная осведомленность дает им в будущем также уверенность в себе при общении и что же все-таки входит в курс из 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 того что мы сможем изучить вот в это короткое время когда я хочу вам дать чтобы вы могли интуитивно делать это своим со своим малышом и это вот предварительный просмотр нашего курса он очень практичный и у вас будет материал с которым можете пользоваться я дам вам инструменты упражнения для вас и для вашего ребенка чтобы вы могли практиковать в удобное для вас время то есть это не то что есть определенный как бы ритм в котором я советую но вы найдете свой ритм и самое важное искать комфорт во всем что вы делаете удобство для вашей семьи и открыть это для себя так что вам что вам нравится это делать потому что если вам это будет не нравится делать ваш малыш это почувствует поэтому это очень важная характеристика вот этой работы вот этого вашего любопытства поэтому книги которые я также делала в них есть текст для взрослых это именно то что включилось в ваше любопытство и ваш малыш почувствовал вашу любознательность и именно через вашу любознательность малыш вы вникает в то что он делает и когда малыш любознательность и вы включаете свою то вы как бы усиливаете этот момент и самое интересное что я надеюсь что вы уже тоже обнаруживаете что есть возможность заглянуть на мир с точки зрения вашего малыша то есть с новой точкой перспективы это очень интересно например малыш всегда стремится к комфорту и расслаблению независимо от места и обстановки даже если он испытывает дискомфорт и боль он начинает двигаться и по его движению можно определить как помочь малышу тоже чтобы найти удобное положение и найти эту помощь которая им нужна и я заметила вот в практиках корейской двигательной гимнастики оздоровительной что малыши интуитивно это делают и нам просто надо им чуть-чуть помочь и они тогда у них это физиологическое какой-то момент который они пытаются решить своими движениями можно помочь то есть посодействовать потому что они ищут комфорт из дискомфорта и мы взрослые становимся как бы зациклены на своем пути когда в нашу жизни приходят дети у нас на тот момент есть возможность восстановить себя и понять что мы можем относиться к миру по-другому и вспомнить возможно какие мы были через наших малышей и для для меня по-новому стали восприниматься вот в практике корейской медицины ключевые моменты философии как там тоже мы идем через удобство не в боль как физиотерапия а мы идем через удовольствие то есть мы усиливаем момент комфорта и посылаем туда комфорт и удовольствие и через это у нас перенаправляется энергия и вылечивается там где болит что интересно то есть просматривая вот эти перспективы когда мы можем включиться из вашего как бы может быть взрослого опыта когда мы становимся и смотрим с перспективы других людей то вставая на их место нам не нужно самим проходить через этот опыт мы приобретаем его как бы глубоко в сострадательном смысле а теперь у нас есть этот момент когда у нас есть драгоценный дар как этот наш малыш или малышка кто-то кто полностью открыт для нас и готов разделить с нами весь этот опыт и у нас есть шанс вспомнить каково это быть радоваться такой возможности что человек с нами который открыт новому опыту потому что вспомните сколько людей как бы не хотят идти в опыт испытывать что-то новое а у вас есть такое существо которое постоянно хочет исследовать что-то новое и рад адаптироваться к новым условиям и мы одарены вот этим прекрасным существом для передачи без осуждения о том кто мы да то есть там вообще нет никакого осуждения что мы делаем нас принимают такими какими мы есть и это шанс как бы раскрыть наш потенциал так же в этих условиях так же как мы можем раскрыть потенциал или дать этому потенциалу естественно раскрыться не вкладывая наше мировоззрение в наше предубеждение прежде чем мы наблюдаем вот это удивительно как исследует малыш этот мир это наша семья и у меня был вопрос для вас о какие у вас есть ожидания относительно курса меня всегда очень важно это и я попрошу вас чтобы вы мне рассказали какие у вас ожидания о курсе потому что когда мы рассматриваем вот этот курс я иду через ваши вопросы и так же как я вам говорила в начале курса если вы зададите себе вопросы на которые вы захотите ответить вы найдете эту информацию даже частично или что-то вам поможет как бы дать эту ягодку за ягодкой что вас что-то заинтересует и увидите ответ может быть не в этом моменте но в следующем и так же вы можете задать вопрос который может быть либо мы уже ответим дальше либо я тоже заинтересуюсь подготовить этот материал и очень важно мне так же развить ваше любопытство чтобы вы почувствовали его снова как это природное любопытство не погубить или восстановить да вспомнить и как формировать взаимоуважительные отношения и многое о том как мы с самого начала настраиваем себя на общение оно дает посыл на то как будет строиться наше отношение и продолжать это исследование в отношениях совершенствоваться потому что это я научилась от экспертов с которыми я которые вот достигают казалось бы невероятных успехов в том что они делают они идут за любопытством они прямо заинтересованы общаться с каждым и чтобы вы в семье процветали как семья и все модули можно изучать в удобном вашем для вас темпе я предлагаю как бы придерживаться последовательности которую я вам даю которая сложилась из опыта да работы с родителями и я всегда буду рада вашему вкладу вашим вопросам их можно делать под видео да и так же если у вас есть доступ к чату и в наших беседах и так же всегда можно лично со мной тоже поработать и так курс будет от ваших вопросов наполняться новыми темами то есть я руководствую вашим любопытством и стремлюсь увидеть чем я могу помочь дальше и прошу вас оставлять отзывы после каждого занятия потому что это фокусирует и ваше внимание дает вам понять что вы для себя усвоили потому что наш опыт записывания проговаривания дает нам усвоение материала и так же открытие для себя что-то нового а если вы просто прослушали отпустили и не как бы пропустили через фильтр того почему для меня это важно или не важно это тоже помогает то есть поэтому я прошу вас в самом начале заполнить как бы ответить на вопросы что так же обогатит ваш опыт я очень ценю ваше время и всегда отношусь к вашему вкладу с уважением поэтому ценю то что вы предлагаете и приветствую вас на курсе с моей семьей так же и с благодарностью я очень рада что вы заинтересовались и прослушали сегодня наш материал я буду рада встрече с вами виртуально и жду возможности пообщаться с вами с вашим малышом и призываю вас запечатлять свой опыт задавать возникающие вопросы потому что это очень быстро потому что первый год проходит так стремительно записывать или фиксировать свои впечатления свой опыт и я сама чувствую что это вот очень уникальная часть курса именно встречи с вами поэтому общение очень ценю и в любом случае я в предвкушении жду возможности познакомиться с вами с вашими малышами и либо встречи либо уроки записи или лично я от всего сердца желаю всех благ вам и вашей семье до встречи субтитры если вам過 спасибо Продолжение следует...